МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В прямом эфире программа Телемикс Новости. В студии Екатерина Рехтина. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе. И не только. Смотрите сегодня в выпуске. Результаты отменены. Губернатора в Приморье выберут еще раз. Защита от затопления. В Уссурийске построят дамбы. Стафилококк в колбасе. Опасную бактерию обнаружили во время проверок. Стипендии студентам. Как получить выплаты побольше. Человек года. Звание присвоили опытному хирургу. Юбилей предприятия. Уссурийскому водоканалу 70 лет. Выборы главы края признали недействительными. Такое решение озвучено впервые за 20 лет. С момента возврата в России прямого голосования за губернаторов. Накануне ЦИК провел сенсационное заседание. Члены комиссии рассмотрели больше 40 жалоб, которые поступили от кандидатов на пост руководителя региона. Невозможность установить реальный выбор избирателей на 13 участках плюс множество нарушений стали поводом для отмены результатов второго тура голосования. Решение принято, но вопрос о назначении новых выборов не рассматривался. По закону они должны состояться через три месяца, то есть 16 декабря. Ухудшение погоды ожидается в Уссурийске. На субботу и воскресенье синоптики передают осадки разной степени интенсивности. Это связано с перемещением ядра антициклона на Японское море и падением атмосферного давления. Во всем крае станет облачно, местами пройдут дожди, а к субботе тучи затянут всю территорию Приморья. При этом ночная температура повысится, а дневная наоборот понизится. Уссурийские осадки начнутся уже вечером пятница, а продолжатся все выходные. Температура за окном составит 18-23 градуса днем и 17-12 ночью. Новая неделя тоже ожидается пасмурной и дождливой. Защита Уссурийска от воды. Строительство и содержание гидротехнических сооружений обсудили в администрации округа. На возведение дамб необходимы огромные средства. Деньги выделят из местного, краевого и федерального бюджетов. Проект бюджета на 2019 год обсуждают депутаты и специалисты администрации. Программа охраны окружающей среды поможет округу защитить территорию от наводнений. По плану проектные работы должны состояться по трем гидротехническим сооружениям. Дамбом в микрорайоне 7 ветров, Солдатского озера или конструкции Кугуковского водохранилища. По Солдатскому озеру это будет повторный, это будет проводиться конкурс, потому что заключенный контракт по аукциону в связи с неисполнением условий контракта подрядчика по прохождению госэкспертизы расторгнут. Новый контракт на проект дамбы Солдатского озера планируют заключить уже в ноябре. Работы могут начать уже в конце этого года, поскольку есть наработки. Если нет, то в любом случае 8 миллионов из местного бюджета для проекта перенесут на 2019 год. В работе над дамбой на семи ветрах сейчас главная загвоздка. Часть земли принадлежит не муниципалитету, а ПГСХ. Очень сложный вопрос. Выходили уже и на министерство, значит, сельского хозяйства. Но вопрос решается в настоящее время. Надеемся, что будет решен положительно в нашу сторону. Все-таки они нам отдадут часть земельного участка, потому что он, во-первых, не используется у них, во-вторых, он нужен для муниципальных нужд. На проект дамбы Семи ветров из местного бюджета выделят почти 6 миллионов рублей, Солдатского озера около 9 миллионов, реконструкцию Кугуковского водохранилища 6 миллионов. Также сейчас ведутся проектные работы по строительству самой большой дамбы на реке Раковки. Строительство потребует значительно больших сумм. Это десятки миллионов. 88% средств будут выделены из федерального бюджета. Около 10 предоставит край. Напомним, во время недавнего визита по Владивосток президент России пообещал финансовую поддержку. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Доплата к пенсии или набор социальных услуг. До конца сентября все льготники должны определиться с выбором и заявить о своем решении в Пенсионный фонд Уссуриска. Однако не все категории граждан должны писать заявление. Подробности смотрите в рубрике «Телеконсультант». Я в прошлом году писала заявление в Пенсионный фонд о выборе набора социальных услуг. Нужно ли в этом году обращаться с подобным вопросом к специалистам? Если льготник уже подавал заявление об отказе от получения набора социальных услуг в натуральной форме и планирует получать денежный эквивалент и в последующие годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения. Если же гражданин поменял свое решение и хочет с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у него впервые, в этом случае заявление подавать необходимо. В этом году прием заявлений по выбору набора социальных услуг или отказа от его получения на 2019 год заканчивается 1 октября. При этом заявления от льготников в последний день приема будут приниматься только в случае обращения в клиентскую службу лично. В многофункциональных центрах прием заявлений по набору социальных услуг завершится 30 сентября. Заявления через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда и на портале государственных услуг будут приняты в обработку на 2019 год, если они направлены не позднее 30 сентября. Напоминаем, что льготники могут выбрать получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. В денежном эквиваленте размер набора социальных услуг с 1 февраля 2018 года составляет ежемесячно 1075 рублей 19 копеек. Набор социальных услуг в натуральном виде состоит из трех частей. Это лекарственное обеспечение, путевка на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном к месту лечения и обратно. Более подробную информацию можно получить по телефону 319669 или 315110. Продолжение следует... Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Стипендии студентам. Как получить выплаты побольше? Человек года. Звание присвоили опытному хирургу. Юбилей предприятия Уссурийскому водоканалу в 70 лет. В честь дня города только 10 квартир в новом многоквартирном доме по улице Комсомольская, 25. По цене 58 тысяч рублей за квадратный метр. От строительно-производственной компании «Главмонтаж объединения». Подробности в офисе компании по адресу. Выгонная 2. Телефон 26-93-65. Проектная декларация на сайте СПК главмонтаж объединения.рф. В аптеках монастырёв заботы хватит на всех. 150 проверенных товаров по сниженным ценам. Успей купить до конца октября в монастырёв.рф. Выставка российских производителей «Столица меха» приглашает на последнюю распродажу по специальным летним ценам. Шубы известных фабрик Москвы, Пятигорска и Кирова со скидками до 50%. Напрямую, без посредников. Встречайте новые коллекции в вашем городе. Выбор подарка – дело ответственное. Дарённый конь советует дарить яркие эмоции и незабываемые впечатления. Дарённый конь. Подарки должны впечатлять. 22 и 23 сентября в Доме офицеров состоится продажа верхней женской одежды. Большой выбор – куртки, плащи, пальто, дублёнки, шубы от российских производителей, низкие цены, а также в широком ассортименте «Ивановский трикотаж». В Уссурийске начинает работу школа предпринимателя, организованная местным отделением «Опоры России». Курс для тех, кто открыл своё дело или только собирается это сделать. Ответы на самые актуальные вопросы для предпринимателя, от экспертов, знающих, как должен работать бизнес. 11 курсов, 16 спикеров. Мероприятие проводится бесплатно. Регистрация по номеру 319-560. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Движение на улицах города будет ограничено в субботу, 22 сентября. Это связано с проведением всероссийской акции «Кросснации» и «Лагонки школьников». С 8.30 до 15 часов будут перекрыты следующие улицы. Володарского возле городского парка в границах от Советской до Горького. Советская будет недоступна от Володарского до Пушкина. По улице Пушкина будет ограничено движение для автомобилей от Советской до Горького. И также Горького перекроют от Пушкина до Володарского. Так что будьте внимательны на дорогах. 22 сентября отмечено в календаре как Всемирный день без автомобиля. Праздник служит средством привлечения людей к отказу от машин в пользу общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок. Наша съемочная группа узнала у жителей города, готовы ли они расстаться с машиной. Мнения у сурийцев разошлись. Я вообще не водитель, конечно, но автомобиль, конечно, очень нужен в наше время. Поэтому я бы не хотела обходиться без автомобиля. Ну, наверное, не минута. Потому что много водительского стажа, но как бы на машине я работаю. Год жила без автомобиля. Просто продали машину, поэтому обходились без машины. Если завтра будет такой день, я и завтра буду без автомобиля. Что еще сказать? Никаких трудностей? Нет, никаких трудностей. Бывают такси, автобусы. Можно им всегда воспользоваться. Я могу, например, провести месяц-два и не больше где-то. Обычно на чем передвигаешься? Обычно пешком. Я на автобусе и так езжу. У меня больше нет никакого транспорта. На работу ездить очень удобно на автомобиле, чем в транспорте, получается, в общественном. Ну, и затраты, мне кажется, как все равно, если с семьей отдыхать куда-то, выезжать, это более окупаемо. Никак, никак без колес. Потому что живем далеко. И как бы автобус ходит утром и вечером. Так что не наездишь и пешком не находишься. У меня его просто нету. Езжу на велосипеде, все. Вот так. Потребностей в автомобиле не возникает? Нет. Справляюсь на велосипеде. И для здоровья полезно. Получить стипендию не так трудно. В школе педагогики ДВФУ студентам предлагаются различные виды выплат. О том, как живут студенты на свой доход и хватает ли им средств, узнавал наш корреспондент. Здравствуйте. Можно мы уйдем, пожалуйста, с семьей? И там будет в баке. Алина – студент школы педагогики. После тяжелого дня ей захотелось себя побаловать. По дороге домой забежала в буфет. Девушка учится на первом курсе. Удалось поступить на бюджет. Теперь получает стипендию – 2000 рублей. Деньги Алина старается тратить с умом, но экономить получается не всегда. Мне кажется, каждый студент покупает себе какие-то продукты питания. И, наверное, с этой стипендии мы все-таки научились готовить себе. В вузах есть много различных видов стипендий. Большинство студентов стараются использовать свои возможности по максимуму. Собирают портфолио, подтягивают успеваемость. Ведь только так можно получить казенные выплаты. В нашем вузе утверждены такие виды стипендий, как государственная академическая, государственная социальная стипендия, повышенная государственная академическая стипендия. Также есть стипендии, которые выплачиваются представителями края. Повышенную стипендию заработать нелегко. Нужно учиться на отлично. Даже четверки недопустимы. Кирилл об этом прекрасно знает. Поэтому в библиотеке парень – частый гость. Я получаю повышенную академическую стипендию. То есть это стипендия – зала отличной учебы. Мне пришлось как минимум не прогуливать занятия, повсегда готовиться. То есть поначалу было очень тяжело вливаться в учебную деятельность, все-таки высшее учебное заведение. Потом как-то попроще пошло, что ли. Ну, это непросто, но я бы не сказал, что это невозможно или суперсложно. То есть при желании можно добиться, привожив как минимум хотя бы какие-то усилия. Повышенная стипендия составляет 4700 рублей. Некоторым студентам этого хватает на целый месяц – купить продукты, одежду. Однако без помощи родителей не обойтись. Тогда можно позволить себе сходить в кино или кафе. Как говорят сами студенты, денег всегда мало, но жить можно. Анна Клыга, Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Хирург Уссурийской городской больницы Виктор Егоров признан Человеком года. Перед Днем города администрации была учреждена особая премия. В число претендентов попали 8 человек из совершенно различных сфер деятельности. С подробностями Ольга Муравьева. Впервые в Уссурийске выбрали Человека года. По единогласному решению членов жюри конкурса им признан Виктор Петрович Егоров, заведующий хирургическим отделением городской больницы. Много лет доктор стоит на страже здоровья уссурийцев. Благодарных пациентов уже не сосчитать. И когда больнице предложили выдвинуть кандидата на конкурс Человек года, выбор был очевиден. Сам победитель признает, очень ответственное досталось звание. Это большое доверие и население нашего города, наших больных, не только мне, а всему здравоохранению города Уссурийска, моим коллегам, с которыми я работаю, моим друзьям, с которыми я тоже работаю, руководству, под началом которых я работаю. Всего от различных организаций и предприятий города номинировали 8 человек. Голосование длилось несколько недель. Уссурицы самого достойного выбирали в социальных сетях. В инстаграме и одноклассниках участники конкурса собирали лайки. Абсолютным победителем в народном голосовании стал инспектор линейного отдела полиции Татьяна Туркина. Огромное спасибо вам за то, что вы лучше своих профессий, своей деятельности, вообще вы одни из лучших наших горожан. Спасибо вам за это. Активность горожан показала актуальность проведения конкурса «Человек года». В итоге члены жюри учредили еще несколько номинаций. Лучший спасатель, изобретатель, родитель, гордость полиции, науке и верность профессии. В последний отличился Игорь Йена, сотрудник скорой помощи. Много лет он не изменяет своему делу. Крепкий и решительный – это про него. А вот в конкурсе участвовать, признает, боялся. Я подумал, что это шутка, если честно. А потом, когда мне начали присылать эти все смс-ки, все, что поздравляете, что стали за меня голосовать, я вошел в интернет и увидел, был, честно, немножко удивлен. И немножко испуган, если честно. Волновался каждый, признают участники. Кстати, этот конкурс – лишь старт. Организатор намерен проводить «Человек года» регулярно, ко дню рождения у Суриска. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Юбилей отмечает одно из крупнейших муниципальных предприятий нашего города – Уссурийскому водоканалу. 70 лет. Небольшая часть коллектива смогла отвлечься от трудовых будней и принять поздравления. На торжество отправилась и наша съемочная группа. В праздничном зале нет свободных мест. Это лишь малая часть коллектива предприятия «Юбиляра». Уссурийск водоканал отмечает 70 лет за подачу питьевой воды в дома горожан, за очистку стоков, прокладку новых труб, устранение аварий отвечает 800 человек. Все они сегодня принимают поздравления. За это время пройдет большой и славный путь. При вашем непосредственном участии строилась в Еврославе система водоснабжения Уссурийского городского округа. Формировался трудовой коллектив, складывался профессиональные коллективы. В самые непростые времена предприятие никогда не подводило. Не подводит предприятие и сейчас. В паводок люди, дающие воду Уссурийску, этой самой воде выстраивают заслон. В ликвидации последствий ЧАЭС коллектив на передовой. А в праздник лучшие представители удостоили грамот и благодарностей. Нескончаемым потоком сотрудники выходили на сцену. Благодарю вас за многолетний, честный и ответственный труд. За 70 лет своего существования водоканал прошел нелегкий путь становления и развития. Особые слова благодарности я хочу выразить нашим ветеранам. Предприятие славится старожилами. В зрительном зале они на почетных местах. У каждого ветерана огромный рабочий стаж за плечами. Большинство могут похвалиться одной записью в трудовой книжке. Анина Подрязова в строю 69-го года и по сей день. Я пришла, мне было 24 года. 25 я уже отметила в водоканале. Вот полюбилось мне это предприятие. Прямо вот с молодости. Вот. Полюбился мне коллектив. Семейными династиями водоканал может гордиться. Общий стаж Бунякиных насчитывает 70 лет. Свою деятельность начинал глава семьи Игорь Пантелеевич. Позже трудоустроилась супруга. А уж потом и дети пошли по стопам родителей. Я пошел начальника Мерховского гидрогла. Вот в этом корпусном сооружении. Это было 94-й год. И вот с тех пор я почти 16 лет был начальником этого гидрогла. Потом он разделился. Стал гидрогул отдельно, очистные отдельно. Вы до сих пор работаете? Я до сих пор работаю там же. А сейчас как вы должны? Мастером. Подобных историй за годы работы огромная книга наберется. Именно благодаря коллективу ежедневно уссурицы получают такой жизненно необходимый ресурс. Около 50 тысяч кубометров воды потребляет округ в сутки. Ольга Муравьева, Антон Вацеховский, Теленикс. Стало известно, какие дороги отремонтируют в следующем году. Во время планирования бюджета округа была представлена презентация по восстановлению уссурийских тротуаров и дорог. Есть улицы, которые точно попадут в счастливый список. Многие другие под вопросом. Все зависит от финансирования из краевого бюджета. Перечень дорог, которые отремонтируют в следующем году, определили, чтобы выполнить план, по минимуму необходимо 388 миллионов рублей. По максимуму на 200 миллионов больше. Вся надежда на краевое софинансирование. По оптимальному варианту количество средств, конечно, должно быть значительно больше. Это порядка 580 миллионов рублей. Это здесь предусмотрен в полной мере тот объем работ, который должен выполняться на наших дорогах. Пока не утвержден краевой бюджет и неизвестно, сколько средств направят нашему округу. Поэтому выбран минимум территорий, где ремонт состоится точно. Улица Топорково от Блюхера до Дач, Гончарука от Раковской до Топорково. После прошлогоднего наводнения эти дороги требуют серьезного восстановления. В селе Воздвиженки благоустроят участок улицы Бадыгина возле школы. Сейчас одна из самых проблемных улиц – краснознаменная. Протяженность дороги более трех километров. Четыре полосы. Необходимо и водоотведение. На все требуется 50 миллионов рублей. Из местного бюджета такие деньги выделить проблематично. В центре города включены участки улиц Советской, Ленина, Ленинградской. В предварительном списке Попова, Михайловская, 8 марта и Васика. Среди важных задач – покос травы, которые желательно проводить чаще, но на это нужно больше средств. А также чистка кюветов. Иногда эту работу приходится делать повторно, поскольку после наводнения некоторые канавы заиливаются. 300 километров кюветов мы должны хотя бы раз в три года его проходить, прочищать. Раз в три года. Если с периодичностью мы раз в год. Вот по 100 километров мы в год закладываем. То есть раз в год, раз в три года мы будем проходить, прочищать. Запланировали специалисты ремонт тротуаров. В первую очередь проведут работы по водоотведению возле пешеходных дорожек по улицам Ленина от Крестьянской до Пролетарской и на Советской в границах Уссурийской-Комарова, а также по Карбышево от Агеева до Военного госпиталя. На Мельничной и Ушаково проведут комплекс работ, сделают тротуар по нечетной стороне. Несколько дорожек обновят на Междуречии. Также заасфальтируют межквартальные проезды к домам, дворы которых благоустроили по программе формирования современной городской среды. Предусмотрены установка автобусных остановок, светофоры, нанесение дорожной разметки, содержание ливневой канализации. Полный список дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на сайте администрации округа. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня познакомим вас с сестренками Яной и Алиной. В реабилитационный центр девочки-подростки поступили совсем недавно. Найти семью двум детям одновременно непросто. Но наши героини очень надеются, что у них появятся мама и папа. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Илиада». «Илиада» – надежный партнер. Меня зовут Яна. Я учусь в седьмом классе. Меня зовут Алина. Мне 11 лет. Я учусь в Красном Яре, в пятом классе. Девочки у нас совсем недавно. Яна и Алина. Учатся они хорошо. Девочки у нас очень отзывчивые, добрые, помощницы. Любят спорт. Я занимаюсь конным спортом. Люблю кататься на конях. Также девочки любят у нас волейбол, спортивные, умнички. Учатся на одни пятерки и четверки. Получить образование и пойти учиться дальше. Очень хорошо они нашли контакт с педагогами. В группе у них хорошее отношение. Они нашли себе уже друзей. Девочки очень хорошие. Хотим, чтобы в дальнейшем они у нас попали в хорошую семью, получили хорошее образование и чтобы все у них было хорошо. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». На этом пока все. Сюжеты сможете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле инстаграма. В студии работала Екатерина Рехтина. Хороших вам выходных и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok